Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня больше про мышление хотелось бы поговорить. История, связанная с тем, как устроен мозг. Наверное, здесь я прошу извинения у людей, кто это уже видел, но наш канал очень активно растет и появляются новые подписчики, которые там прошлые видео не просматривали. И эта история связана с тем, как устроена у нас нейрофизиология, как устроен наш собственный мозг. Речь идет о том, что у нас есть, скажем так, это три блока мозга у человека. Мозг рептилии, мозг млекопитающего, он же равно лимбической системе и неокортекс. Так вот, к чему это приводит? Потому что многие про это слышали. Я вам покажу, как это работает непосредственно в инвестициях. Первое. Мозг рептилии, самый древний мозг. То есть, как только появились рептилии земноводные, у которых там температура регулируется, температура окружающей среды, у них самый примитивный мозг, да, ну, по сути, это реакция, рефлексы. То есть, это реакция, в первую очередь, на опасность. Вот вы можете даже вспомнить, да, если вы где-нибудь в поле когда-то были, да, вы выходите или на юге где-нибудь были, да, и ящерицу увидели. Вот увидели ящерицу, где-то она по камушкам там ползет, да, перед ногами у вас. И вот вы к ней подходите, все, она вас заметила. Что происходит? Вот в следующий раз любую рептилию, да, там, я не знаю, ящерицу, ужа, еще что-то, да. То есть, сначала идет некое такое оцепенение, замирание. Замри, команда, да. Но если происходит наблюдение, а на краем глаза рептилии видят, что опасность продолжает приближаться. То есть, первая ситуация оцепенения. После этого или бежать, или атаковать. Как правило, убежать. То есть, редко идет атака, потому что, ну, мы больше для ящерицы выглядим, да, то есть, здесь бессмысленно атаковать. Она начинает убегать, и вот ребенок начинает за этой ящерицей гнаться. Вот он ее хватает, прижимает к земле. Ящерица начинает там кусать его за пальцы. Может быть, не больно или больно. Это и уж будет любая рептилия таким образом, да. Вы должны понимать, что когда происходит опасность, когда происходят события, которые потенциально даже носят какую-то угрозу лично для нашего выживания, и в древности, по сути, так и было, да, но сейчас, так как этот мозг древний, мы с этими импульсами ничего сделать не можем, то есть, первая реакция, она такая. Оцепенеть, убежать, атаковать, если загнан в клетку. Поэтому вот эта вот история из разряда конфликт. Все, израильтяне начали бомбить, сейчас все там тянутся, сейчас начнется Третья мировая война, все, продаем все. Нужно покупать доллары в России, нужно покупать золото, нужно покупать бриллианты, чтобы, если что, можно было куда-нибудь смотаться, да. То есть, вот причиной, опять-таки, является вот этот вот страх, да, то есть, реакция на опасность. Это история, когда выстраиваются очереди в банкоматах, снимают наличку, это ситуация, когда доллары начинают покупать по 120, по 130, при рыночной цене 100, 105, а банки продают по 120, по 130, и выстраиваются очереди, и нет наличных в обменных пунктах. Это все работа вот этого рептильного мозга, да. Опасность рептильного мозга, мы еще и социальные существа, да, мы сами можем сначала не испугаться, но потом в новостях видим очереди, которые стоят в обменниках, и сами являемся причиной того, что мы начинаем обрушать в какой-то степени финансовую систему. Банки могут этого элементарно не выдержать. Второе, что у нас происходит, да, второе у нас есть мозг плекопитающего, где идет социализация, где есть некая такая градация свой-чужой, и даже между одинаковыми особами, да, то есть если это какая-то другая стая, у них идет конфронтация. В лимбической системе в том числе живут наши эмоции. Страх, жадность, гнев. И вот эта вот история, если кто-то смотрел мультфильм «Головоломка» от Пиксара, как раз-таки там вот написаны вот эти вот животные, вот эти вот чудики, да, наши эмоции, которые живут у нас непосредственно в голове, они вот находятся в этой лимбической системе. Если мозгу рептилии там порядка 150 тысяч лет, то мозгу млекопитающего там порядка 30-50 миллионов лет, он более молодой, значительно более молодой, чем мозг рептилии, и он потом включается. То есть когда рептилия отреагировала, да, потом начинается. А что же это такое произошло? А ну-ка посмотрю я на каналы. А что там Максим Петров идет? Надо подписаться на его канал, скопнуть колокольчик, получить уведомление о выходе новых видео, да, что он по этому поводу думает. То есть это вот почему? Потому что там есть эмоции, там есть неопределенность, там есть непонятка, да, и нужен кто-то, что-то, свой, близкий, да, который бы тебе рассказал или успокоил, или дал какой-нибудь мудрый совет. Почему вот велика роль старейшин была? Потому что древний опыт, да, они как раз-таки воздействовали на вот эту вот лимбическую систему, да, посредством своей мудрости. Ошибок и опыта прошлого, да, которые были совершены, что нужно делать, что не нужно делать. И поэтому здесь начинается у нас вот этот вот страх и жадность, он начинает бороться, да, где-то возобладает страх, тогда там люди срываются, уезжают, объявили всеобщую мобилизацию, уехали, да, потому что есть страх. Реальный страх, что там человек выпадает под мобилизацию, он условно не хочет этого делать, да. Кто-то не уезжает, кто-то по-другому смотрит. Может быть не самый хороший пример, но в любом случае, соответственно, сначала реагирует рептилия, потом реагирует млекопитающая, и только через двое суток начинает включаться вот какое-то сознание, да, начинает включаться вот эта вот логика, начинает включаться неокортекс, который самый молодой, которому там порядка 15 тысяч лет всего лишь. И это история, где живет логика, разум, разумное мышление, где человек может анализировать, сопоставлять факты, причины-следственные связи, принятие решений, да, на основе вот именно какого-то разумных таких рассуждений, а не эмоций и не реакций, связанных как реакция на опасность. По-хорошему, всегда, когда что-то происходит такое, неопределенное, заключающее в себе опасность, задайте себе вопрос, есть ли сейчас прямая угроза моей жизни? Ну, то есть, чтобы отключить вот эту вот рептильную реакцию. В моей жизни есть ли какая-то опасность? Второе, мы поговорим в следующем видео, чтобы вот эту рептилию, которая есть в каждом из нас, как минимум успокоить, нужно иметь подушку финансовой безопасности. Потому что, как правило, в современном мире, ну, за исключением, может быть, прям физической атаки, да, когда ракеты начинают летать вот прям в твоем городе, да, в большинстве своем опасность, она такая опосредованная через что-то. И тогда тебе нужно иметь вот эту подушку финансовой безопасности, это какие-то ликвидные инструменты, которые ликвидны во всем мире, ты можешь очень легко транспортировать, перевозить, чтобы ты понимал, что вот это у тебя безопасность есть. В первую очередь финансы, потому что финансы, они позволяют обеспечить нам физическую безопасность, да, то есть мы можем физически куда-то переместиться в более безопасное место. Об этом поговорим в следующем видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал. В ближайшее время это видео про финансовую безопасность выйдет. Стабилизация своего рептильного мозга, но в дальнейшем, соответственно, эмоции. Эмоции просто для принятия конкретных решений дайте себе 48 часов. Просто 48 часов, когда вот эти вот страсти повлягутся. Страх и жадность непосредственно идут. В этом случае вы будете в более выгодном положении, потому что абсолютное большинство людей их будут шарашить два вот этих фактора. Одни будут там под воздействием мозга рептилий, совершать иррациональные действия, распродавать свои активы и покупать по хаям какие-то там золота, доллары, снимать наличку с банкоматов. Вы, в свою очередь, в это время уже должны находиться с наличными, с долларами, с золотом. Не я это придумал, это наша нейрофизиология, да. И здесь все, что мы можем сделать, просто подготовиться к этому заранее. То есть опять то, про что говорит Насим Талеб, иметь антихрупкость. То есть иметь то, что мы когда видим, ведь сколько уже всего было в России, да. И мы видим, что когда происходят какие-то такие иррациональные действия, Российская Федерация объявила дефолт по ГКО. Цена на нефть упала со 140 долларов до 40 долларов. В отношении России наложили санкции. Мы же видим, что на это реагирует и как на это реагирует. Все идет по одному и тому же сценарию, повторяющемуся. И если в будущем что-то подобное произойдет, реакция будет точно такая же. И самое главное, мы живем в такое время, что за последние лет 10 уже столько раз происходили события, что мы можем спокойно себе подложить подушку финансовой безопасности, которая вот просто лежит. Ты понимаешь, ну что дергаться? Есть, есть. То есть тебе нет необходимости идти совершать какие-то иррациональные действия, а использовать лучше их себе непосредственного блага. Друзья, ну сегодня мы поговорили о достаточно важных вещах, каким образом у нас устроена нейрофизиология, как устроен мозг, каким образом он реагирует на опасности, почему он таким образом реагирует. и самое главное, понимаете, это физиология. Вы с этим сделать ничего не можете. Вы можете посмотреть сейчас это видео, поставить там галочку, поставить его куда-нибудь в избранном, переслать там ребятам, которые паникуют сейчас, да. В следующий раз, когда произойдет какое-то событие, которое потенциально будет иметь опасность, ничего вы с собой не сделаете. Вы все равно пойдете по этому пути. Цепенение, убегание, атакование, шарахают эмоции на следующие сутки, да, и хорошо, если вот вы в этот промежуток времени ничего не сделаете. Вот чтобы не накосячить в этот период, еще раз подписываемся на канал, чтобы получить новое видео, поговорим о подушке финансовой безопасности. Здесь просто знайте, дайте себе правила, элементарно, задайте один простой вопрос. Есть ли сейчас физическая угроза моей жизни, прежде чем предпринимать какие-то вещи, да, которые необдуманные. Если физической угрозы нет, дайте паузу 48 часов. Это то, о чем хотелось рассказать непосредственно сегодня. Надеюсь, что это будет полезно в настоящее время. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok